Заслуженная победа! Первое место по итогам конкурса дачных участков и подворья среди ветеранов досталась жительнице деревни Поповка Татьяне Ивановне в номинации «Лучшее подворье». Это её второе участие в конкурсе. В 2013 году она уже брала первое место. Свой дом у неё появился 20 лет назад. О нём Татьяна Ивановна долгое время мечтала. Сейчас в огородном арсенале свои помидоры, огурцы, картофель и морковь. Каждый день в делах и заботах. Я сама из сельской местности, поэтому я всегда любила цветы и у меня всегда была мечта иметь свой сад. Я жила в квартире, но вот именно, и держала Мичуринский, но мне хотелось именно выйти и вот чтобы около дома был свой сад, огород, чтобы всё было это самое. Ну вот 20 лет назад я купила участок, ну и хочется, как у всех, как сказать, огородников, хочется, чтобы и картошка, и морковочка, всё своё было. И помидорчики, и огурчики – это всё равно для нас, а ещё особенно в пенсионном возрасте, да при наличии продуктов, которые в данный момент в магазинах находятся, своё очень всё вкусное. «Цветы – моя слабость», признаётся Татьяна Ивановна. В саду хозяйки огромный ассортимент различных цветочных растений. На любой вкус и цвет радуют глаз своей красотой цветы с мая и до октября. Среди всего цветочного изобилия любимых растений для Татьяны Ивановны нет. Каждый цветок по-своему особенный. У меня фаворитов нет. Каждый цветок, я считаю, он по-своему красив, по-своему у него даже свой запах. Нет, я не отдаю предпочтения никому. Никому не отдаю предпочтения. Вносит колорит в цветочную картину самодельный пруд. Его этим летом хозяйка соорудила вместе с внучкой. Содержать 15 соток участка – дело непростое. И хотя помогают по хозяйству дети и внуки, Татьяна Ивановна признаётся. Бывают моменты, когда хочется забросить огородную деятельность, но не решаешься. Здесь всё своё. Виноград, груши, яблоки. Богат огород Татьяны Ивановны фруктовыми деревьями и ягодными кустами. Среди огородных забот и содержания домашних животных. Кур я держу уже давненько, больше 10 лет. Мне они нравятся в каком смысле? Что своё яйцо, вдобавок ко всему, все пищеотходы, которые остаются. То есть мелкая картофель, кабачки – это всё они употребляют. И в то же время, опять же, не покупать навоз. Ну вот мы такие. Индюков я держу второй год. Ну, короче говоря, я не думала, что в этом году будет такой рост цен на комбикорм. То есть себестоимость индюшинного мяса будет довольно-таки большая. Потому что это где-то на 50% с марта месяца подняли цену. В свободное от дачных дел время увлекается хозяйка вышиванием. Работы украшают стены дома. Часть рукоделия надарит своим детям. В данный момент трудится Татьяна Ивановна над двумя картинами. Особенно сложно мастерить картины на чёрном фоне. Но как только огород закончится, времени на творческий процесс будет больше. Вышивать я начала тоже уже давненько. У меня даже была персональная выставка в музее. Но после этого, естественно, много появилось дополнительных работ. Они стали намного сложнее, интереснее. Потому что уже простые работы как бы не хочется делать. Но вот одна из этих – это золотая коллекция. Это американская фирма. Естественно, берётся одно полотно и вышивается. Нитки у них берутся интересные. То, что можно в полукрест, крест целый делать. Три нитки, в четыре. За счёт этого, видите, как бы создаётся на картине объём. Поэтому она интересна. Уже есть задумки на следующее лето. Что и как посадить, решается сейчас. Ну и в планах на ближайшее время сбор урожая и заготовки на зиму.